Как не навредить организму и получить пользу от летнего солнца? Самарцы дождались хорошей погоды после промозглой весны и пытаются выжить максимум из июня, который не радовал жителей и гостей мегаполиса на протяжении нескольких недель. На смену дождям и холодному ветру пришли теплый волжский бриз и чистое голубое небо. Ртуть в столбиках термометров дошла до своей привычной отметки. Местные жители радуются, но медики имеют на этот счет свою точку зрения, ведь в группе риска огромное количество людей. По мнению врачей, в первую очередь знойная погода опасна для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы не навредить здоровью в летние месяцы, врачи рекомендуют пациентам соблюдать гидробаланс, то есть пить больше жидкости, которая уходит из организма через пот. Лучше всего использовать лечебные минеральные воды, содержащие в своем составе соль. Здесь также на помощь придут несладкие компоты и морсы на основе натуральных фруктов и ягод. Кроме того, всем без исключения врачи рекомендуют следить за своим пищевым поведением. Тоже мороженое, но достаточно высококалорийное, и хотя мы пытаемся вроде бы себя охладить, на самом деле это не приносит большой пользы, а только увеличивается основной обмен. Рекомендуется есть достаточно простую пищу, овощи, фрукты, окрошку, всеми любимую, овощные супы, это оптимальное питание. В жару людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо советоваться с медицинскими работниками. При повышении артериального давления и учащении частоты сердечных сокращений нужно увеличивать дозировку принимаемых препаратов. Скорректировать базовую терапию может только доктор, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. А вот те, у кого нет проблем со здоровьем, не спешат активно сопротивляться жаре. Самарцы соскучились по лету и наслаждаются каждым мгновением. Борьбы никакой нет, наоборот, надо радоваться, что жара. А так, питье, закаливание. Город-курорт, залога, самарская лука. Кататься по утрам, ну, немножко перекраиваешь расписание, встаешь пораньше, катаешься. Ну, по-моему, я не сопротивляюсь вообще этому. Это же хорошо, тем более, что такая холодная весна. Самарцам, которые все же борются с жарой, советуют с осторожностью использовать современные сплит-системы. Ведь кондиционер способен отправить человека на больничную койку как минимум на неделю. Рекомендуется выстроить правильную температуру, то есть не более, не менее 22 градусов, то есть это 23-22 градуса, вот, и не находиться постоянно. То есть охладили комнату, выключили, охладили комнату, выключили и под прямым воздухом, конечно, не сидеть. И напоследок, для тех, кто планирует активно провести купальный сезон на водоемах Самары и других населенных пунктов нашего региона. Врачи не рекомендуют проводить в воде слишком много времени. Лучше чередовать прием солнечных ванн и забавы на воде. Берегите себя и будьте здоровы. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Продолжение следует...